всем привет я опять на природе в лесу кастре готов казан разогрет я думаю можно наливать масло в этот раз буду готовить плов масло у нас вот такой вот нерафинированная был аромат грамм грамм 200 на тупак пока вот так вот потом подолью не проблема лук 4 большие головки лука порезали на кольца думаю можно бросать и перемешиваем 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 делаем делаем из него такой можно сказать пюрешку не до не должно кистой корочки а пюре за луком постоянно следим подходим периодически перемешиваем чтобы не подгорело ничего рис нам понадобится басмати килограмм морковка обычно берут две большие но не было больших поэтому может тихий 5 взять понятное дело специи вот такие взял гостей и из азии на рынке чеснок соль и мясо килограмм мяса моем и нарезаем его перед мясом нужно заняться рисом но я его дома промыл промывать его нужно очень тщательно раз 10 наверное наливаете сливаете воду пока она не станет прозрачная чтобы вымыть весь этот крахмал борис не слипался вот такой премия я беру басмати шлифованный длиннозернистый подходит просто отлично потому что брал там разные втб по акциям ну тупо пластилин получал этот идеальный так берем его и заливаем заливаем водой чтобы он размяк и потому что если не залить уже потом только в плов бросать водой то он не проварится придется подливать воду мясо порезано вот такими вот приблизительно кусочками ну не самыми большими это свинина мусульмане вышли из чата ну потому что я из киева у нас барашки особо не бегают гор нету и пастбищ но и говядина в два раза дороже ну плюс мне религия не запрещает но уже там сами решайте да вы уже наверное так знаете что лучше так огонь можно сказать я сделал небольшой кастрик ну и за это время она не успела сгореть ведь его такая жижа надо чтобы еще больше растопилась но подбрасываем дровишек ну и следим так же ранее наверно я если честно тут похолодание было было то этого 35 а тут стало 25 ну вот я и все планировал планировал выйти на природу но опять стало плюс 30 так пивко дрофа что-то его выпил пару дней назад и потом что недомогание почувствовал насморк оставил холодильнике ноль пяшечку сейчас проверим что с ним случилось ну потому что мой жизненный опыт показывает что лучше не оставлять пиво открытой холодильнике на сутки и больше так это и по нах миллионная прошлый раз было вот видите 42 горечь довольно таки горько было а ну ну кстати не испортилось плюс можно счету холодная кстати смотрите даже в лесу такие находки можно сделать плюс их состояние нормальное вот это да так как пивко ну такую жару учитывая что тут физкультурой еще занимаюсь все просто отлично есть еще так что следите не переключайтесь думаю можно бросать мясо вот такой лучок должна быть консистенция ну и вот насчет соли я еще пока не достиг дзена поэтому лучше не досолить но я так делал чем сначала одну ложечку потом еще вторую ну и потом каждый досаливать раз пересолил все плевались кто знает сколько на 6 литровый казан на килограмм риса соли нужно килограмм мяса напишите буду очень признателен в общем вот так перемешали тоже мясо уже до можно сказать до золотистой корочки обжариваем пока шкварчит мясо переходим к морковке так во всех видео уроках рецептах туториалах не знаю все режут ее на соломку рассказываю что это самый аутентичный самый правильный вариант ну возможно у старых у древних узбеков просто не было терок я не вижу разницы так намного быстрее поэтому я тру на терку так следующее пивко дрофа то же самое премиум лагер немецкий лагер пробуем о кайф кайф учитывая на такой жире то супер кайф такая пробочка вот такая пробочка какой тут вкус нету времени объяснять мясо горит по специям как уже говорил купил их у наших друзей из азии на точке на рынке наверное на каждом рынке есть где продаются специи там всякие сухофрукты и тому подобное до этого покупал в магазинах постоянно но в магазинах одной пачки не во первых не хватает на такой казан то есть нужно минимум две а то и три а вот этой упаковке 20 ливен вполне хватает плюс он спрашивает какую насыпать острую не острую ну и видно что здесь ну что в этих магазинах ну реально пол пачки соли одуванчики подорожники и щепот какой-то зиры курхумы ну а здесь видите все трушно как должно быть но при том они шарят что-то жидкости очень много ну что вы хотите современные технологии генная инженерия всякие чем они кормят этих свиней или колят потом мясо непонятно что-то очень много жидкости так высыпали специи высыпаем морковку у морковки можно и больше хотя может и рис не влез не влезет бросаем чеснок 4 головки чеснок не очищаем но сверху от что ты шкурки очищаем вот так вот и бросаем ложку соли еще ну хватит и все это перемешиваем перемешиваем ну думаю понятно да так берем наш рис он еще больше набрал воды ну и вот так вот туда его бросаем понятное дело судочек тоже промываем делал это все одной рукой не очень удобно это все так вот так вот ровно размешиваем и аккуратно подливаем два пальца на два пальца воды чтобы покрыла рис промоем судочек все это сделать на улице плюс 30 после костра еще плюс 10 поставьте лайк ему не жалко ребят ну примерно так пальцы дан не буду засовывать все подбрасываем еще дровишек но бит не без фанатизма то есть чтобы был маленький огоньчик чтобы она так булькала 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 ну следите кто будет дальше булькает ну и спека конечно пиво пьешь и он сразу через пот выходит я хотел сначала там в кустиках сесть в теньке ну пришел а пришел разложился снял рубашку начал морковку чистить ну прилетел один стасик укусил думаю ну это такое один принес с собой прилетел второй прилетел третий короче полчаса помучился все искусали выбрался на солнце там конечно было хорошо если бы не комары да кстати можно было бы еще жменьку изюма бросить я принес его и купил и бросаю но забыл во время сборов так и очень важно ну тут и мясо ушло богам плова короче очень важно не перемешивать его вот так вот максимум можно так вот шевелить рис потому что я раньше тоже подобным занимался взял все перемешал мясо морковку рис и должен быть сверху а подстилка из специи морковки луковое мясо внизу потому что если перемешаете все подгорит и рис подгорит и буду горечь не повторяйте моих ошибок вот так максимум ждем пока вы кипят вода когда уже булькает но внизу можно взять на кончик рис и попробовать его ну не сразу конечно камера запотевает перфекта я сейчас ожидал что не знаю что будет надо будет сказать если он не проварился но все нормально я сделал в общем делаем от его дырочки испарялась влага быстрее ну все уже ничего не булькает значит мы отбрасываем дровишки ну и я смотрел там по рецептам берут все это делают вот такую горку вы накрывают тарелкой не знаю чем она помогает но если так делать на это помогает больше пользы чем окунать писюны 100 грамм водки лить в уху накрываем крышкой убираем костер ждем 20 минут пока настаивается можно еще одну пивку открыть так дрофа или дрофа это птичка такая видим куропатка или как они называются в общем степная птица крафтовая ну не крафта просто пивоварня 2017 году появилась ну и вот они начали закрывать пробочками свое пиво я съездил уже снял видеоблог но не все выпил поэтому полуришь вышел в лес так мюнхенский хелес фирма о фирмовой фирму это должен быть он был был но не всегда есть фирменная поезда ухо залезных а там без кондиционера нету ну не то что бывал нормально но по моему первое было намного ярче пробуем плов ну в принципе теперь можно и перемешивать конечно без фанатизма ладно на камеру это делать не буду сейчас покормлю муравьев я думаю можно пробовать так как я и говорил уже можно изюма больше бросить он так разбухает такой становится похожим на клеща который напился крови или карлацкий жук который молодой но забыл ничего себя в этот раз выдал солью реально две ложки даже меньше нужно просто засалил с мясом у нас с мясом все отлично ну понятное дело это понесу домой буду есть три дня четыре и самая легкая задача снимать летом жара вот поэтому летом лучше ездить с друзьями на природу к водичке сидишь сербаш пивко пошел окунулся на в лесу конечно станцы пёк нигде ты тут не окунешься следующее видео уже будет на на осенью принципе так мало кто смотрит но я не сдаюсь возможно какое-то видео выстрелит наберет миллион просмотров поддержим комментарии обязательно пишем еще идеи потому что кто-то сказал что в этом казане отлично подойдет плов видео сделал подписываемся на канал ставим лайки всем пока и до новых видео так и по скриптам показываю какой он то есть рассыпчатый смотри не склеился потому что кто-то скажет коряво сварил и не показал мне все все перфекту и вкус англии был всем пока